У африканских государств к внешнему миру, преимущественно государствам, бывшим митрополием, есть много претензий, но одна из самых главных – мы заслуживаем уважения, мы требуем к себе уважения. Вот только два анекдотичных истории, которые это подтверждают. Европейский Союз тоже решил провести саммит ЕС Африка. Пригласили лидеров 50 африканских государств в Брюссель. Лидеры Европейской комиссии и Европейского совета были очень заняты. Нашли на общение с лидерами африканских государств два часа. В Европейском Союзе все равны, поэтому каждый из лидеров африканских государств получил на свое выступление 90 секунд. Это не шутка. И каждый из них получил. И председатель Евросовета, давай-давай, побыстрее передай микрофон соседу, это все реализовало. Вторая история. На похоронах Елизаветы II, лидером европейских государств, женам президентов отдельных государств выделили отдельные лимузины, а лидера африканских государств посадили в автобусы. И сказали, давайте потеснее, в тесноте это не в обиде, справитесь и так. И вот когда мы в России формируем нашу собственную политику в отношении Африки, мы, конечно, должны учитывать вот такие субъективные, вроде бы смешные, но на самом деле очень важные, затрагивающие душу мотивы в развитии нынешней Африки, ее стремление соотнести свой статус с теми потенциями экономически-политическими, которые они есть. Сегодня в Африке 1,4 миллиарда человек, скоро будет 2,5 миллиарда человек. По темпам экономического роста Африка сегодня обгоняет все другие континенты планеты. По темпам борьбы с бедностью Африка тоже является мировым лидером. Африка лучше трех континентов преодолела пандемию COVID-19. То есть пора уже давно отказаться от представления о том, что Африка – это континент малоразвитый и недостаточно заслуживающий внимания. Вот поэтому наш рейтинг – это такой маленький, но все-таки призыв к тому, чтобы внимательно относиться и лучше понимать Африку. Вот это я хотел бы закончить.